Работает две организации, 25 человек. Расписали каждое завершение у нас 15 декабря. У нас люкопон пойдет очень быстро, он просто навешивается сюда. Значит, кровли под входным гробом тоже мы завершаем буквально через неделю целиком. Начали благоустройство, у нас пять вот таких вот лестниц, спусков больших, при том у нас основной ход оттуда, центральная зона. Вот, начали бетонку, работали на слепонорозе, начали плитку укладывать, работали по входным группам, по козырькам, и начали уже теплый фасад с той стороны. Сейчас задача основная заключается в том, мы закончили теплотрассу, сдали ее в Балт-Плюск. У нас ИТП приходит 12-го числа. Задача заключается, самое главное, 20-го числа дать тепло. Мы связали полностью ВИН-камеру, подвиг туда соответствующие сети, закончили сети по коммуникации по теплу внутри. Снаружи 13 выводов канализации, 14 кабелей и 2 ввода воды. В общем, целиком все это сделано. Сегодня принимает у нас асфальт вот на ту сторону уже, там у нас две огромные стоянки. Делается, потому что основной заход в комплекс с той стороны. Вот, здесь также сделает теплый фасад на АБК, кровли завершили. Вот, значит, так же вот отделку сейчас посмотрим. Если еще говорить, что по наружной стороне сейчас мы на ту сторону пройдем, так же делается дорога. Коммуникации сказал. Сегодня на объекте работают 275 человек, 21 единица техники. Количество рабочих варьируется от 200-250 человек, в зависимости от налаживания работы и вхождения в соответствующий режим. Параллельно с этим и работают, например, сейчас на объекте три организации. Одна организация, значит, выполняет внутренний отдел. Мы здесь посмотрим, потом назад вернемся. Да, и там уже, знаете, да. Сегодня мы принимаем асфальт вот на эти две стоянки. Здесь у нас закончена буквально вчера коммуникация. Здесь у нас центральная входная группа. Это огромные ступени, которые будут так вниз спускаться к этой стоянке. Так же здесь делается пузырек, металка, санкции, где-то здесь готово. У нас соответствующий стакан, полисолиды. Закрываем соответствующие окна. Но самое главное тепло. Для нас сейчас тепло самое главное. Расскажите, вы нашли в график или у вас отставания от графики еще есть? У нас есть отставание от графика. Оно составляет порядка двух с половиной недель. Мы его пытаемся нарастить. Сейчас каждый час, в выходные, так же здесь продолжаются работы. На продленке, в дорожнике в ночь. Я думаю, что у нас нет пути назад, и мы однозначно выйдем на этот график. Но это не критично? Нет, никакого качества, ничего. Здесь находится стройконтрольник. Примедуально, то есть у вас на качестве это не отразится? Ни в коем мере, потому что многие вещи заставляем переделывать. Сейчас вот мы вовнутрь зайдем, я поясню. Вот, поэтому здесь очень жесткое качество, и здесь есть еще определенные сложности. Проект очень старый. Сейчас вовнутрь мы зайдем, тоже я покажу. Мы переделываем параллельно, значит, рабочую документацию. Ну, допустим, элементарные вещи. В бассейне предусмотрены окна, чтобы судьи смотрели. Сейчас это уже камерами все делается. Вот это все заделывать приходится. И вот эти вот вещи постоянно возникают по отделке, по каким-то еще вещам. Но это ни в коей мере не тормозит. Институт находится здесь постоянно, специалист. Стройконтроль тоже здесь постоянно, специалисты находятся. Поэтому я предлагаю зайти вовнутрь. Правильно я понимаю, что вы сейчас уверенно смотрите на завершение этого объекта, и до конца года это можно будет сделать? У нас на сегодняшний момент 300 миллионов федеральных денежных средств остается. Для освоения нам необходимо ежемесячно осваивать 100 миллионов. Это выполнимая задача для отвлек строительных организаций. Это выполнимая при количестве работающих более 500 тысяч человек. Это более чем выполнимая. Если мы с вами достроим Творец Форта, потому что иначе средства пропадут, мы их потом просто не найдем. И стыдно будет за то, что деньги нам выделили, а объект не построят. Он вообще будет очень красивый. У него полностью вентивируемые фасады. Мы называем сейчас и вносим изменения. Здесь будет подсветка фасады сделана. А кто здесь работает? Здесь у нас работают три предприятия. На сегодняшний момент два предприятия из Самары, одно предприятие из Саратова. Я могу их назвать. Мне просьба. Нам надо наконец побороть ситуацию, которая сложилась. Совершенно очевидно. Общаясь со многими строителями, даже в нашем городе Саратово-Венгерсе, и с вами разговаривая, пришел к выводу, что рынок был искусственно закрыт в интересах ряда подрядчиков, причем не всегда добросовестно. Делается все для того, чтобы сюда приходили эффективные строительные организации. Создавая конкуренцию. Создавая конкуренцию, чтобы они качественно решали задачи. Понятно, что мы заинтересованы, чтобы работали наши саратские предприятия в регионе. Но по большому счету приходит инвестор. Он все равно регистрируется здесь. Даже вот мы с вами были на путепроводе в районе Сенотского. Мостовики работают в Самаре, предприятие зарегистрировано в Каратск области. Налоги здесь платят, рабочие места создают. Поэтому нам здесь надо исходить без этого. А когда сидят две-три организации, рынок заняли и еще делают все для того, чтобы никого на него не платить, то это неправильно. Это все приводит к низкому качеству. Просто я скажу, что нам надо от рукопа тоже приносить за обсуждение и вместе со строителем говорить об этом. Ребята, совершенствуйтесь, работайте более эффективно, будем создавать вам условия. А те, кто хочет всех вытеснить, при этом создавая проблемы и нарушая закон, надо багриться, защищая рынок, защищая конкуренцию, чтобы через нее у нас готовить еще реализацию проекта. А так, в основе серой системы, в долгострой, все сейчас упорим. Заходят, деньги осваивают, а потом нет еще и свищают. Ну, так хорошо, что здесь пришли и в других регионах работают. Наши здесь, которые делаются, протянулись. У нас может быть, хотя бы создаться, как минимум. Пятый столбик, нет, два из которых буду восстановили. Сейчас мы пройдем, я покажу, сложные вышки, которые мы заливали нашими строителями, приглашали, которые работают, ребята круглосуточные. Роли здесь сделаны, отделки тут полным ходом. Для отопления. Это самое главное сейчас оборудование, мокрый процесс, потому что сейчас мы зайдем снова в зал. Там у нас складывается, мы последний, это 38-й длинный такой бассейн, 25-й длинный в Саратове. Мы пригласили федерацию сюда, для того, чтобы проводить международные соревнования. Вот это нам приходится сейчас, соответственно, где-то наращивать стены, высверливать всю старую порцию, и вот обратитесь в окно, видите, и все будет заделывать. Здесь у нас уже сделана вентиляция. Но это тоже на самом деле не такая задача, где же можно без технических доступов вылезать в облике. Я сейчас поставлю, если мы сейчас, давайте здесь все темы, чтобы мы проводим материалы одного, чтобы работать. Проект не ставим. Проект в каком году? Это, если я прибавить, 90-х годах, строился только в России вот такой вот такой бассейн. Вот вентиляцию, где же обратитесь вниманием. Мы часто посмотрим, там вот строители, нас приглашали, мы с инвестором, и все самые хорошие бригады, которые работали на валифе улицах, а на валифе улицах, это обладает валифе улицах. Здесь в правиле мы работаем на валифе улицы, огня защита, но и хотя бы отрога на поле, в том числе, на валифе улицах. Соответственно, огнеобработка произведена, веншафт мы полностью подобрали. Закрываем контур, и вот задача 20-го октября должна быть тепло. Мы так, мы ругались, тренировались, доходили объект, провалили, деньги могли купить. Мы привыкли подражные дебилизации, которые оказались недобросовестными. Но они не устроили, потому что я сегодня в данном месте могу сказать очень спасибо. И посмотрите, сейчас работают две организации «Самара» и несколько лучших организаций «Сарапсёв». Вот смотрите, это я с нашим и вчерашним разговором сегодняшним. Вот вопрос лишь на дно, в ответственности. Это они перестроили. У нас забрежил рассвет в этом вопросе, имея в виду, что можно будет ждать этот объект. А средства, мы просили, не было. Замороженный объект, долгострой, проект приходится переделывать. Вот, посмотрите, видите, окна переделываются. Эти окна не нужны уже, такие, проект 90-х годов, не нужны. Судья там смотрели, видите, окна. Раньше, раньше судья сидели, вот эти окна там сидели снизу. А, подводничество синхронно надо, чтобы они могли отслеживать спортсменов для движения визуально. Да, визуально. А сейчас это все делает техника, компьютер. Так как проект повторял, вот они сейчас решетки убирают, после чего будут весь изолировать, приходится много похода переделать. Но смысл в том, что те ресурсы, которые видим, они будут существенно потратены. Сейчас надежда появилась, что именно так и произойдет. А, до этого. Все, расписались, что-то убесили. Да, был разговор, нам приятно. Но смогли, научились, а потом, сейчас придут сюда, приходят психологические предприятия. Они, во-первых, в другую закладку платят. Работают в делу. Здесь еще этот вопрос возникает. У нас еще получилось. Вот мы в Заводском районе Силаны-Сосуле, фактически с картельным головом. Дорожник, который некачественно делал восхладник, начал кому-то звонить и разговаривать на предмет, чтобы никто не выходил на конкурс. И у нас несколько месяцев никто не вышел на конкурс. Вот ваши мешальщики позволили вам все эти проблемы решить. Но это недопустимо. Прокуратура, происходящие органы должны на это реагировать. У нас такая ситуация по строителям. Посмотрите, когда мы видим средства с массовой информацией, начинают только-только делающие первые шаги строителей, которые причем выполняют задачи неплохо, критиковать. За что? В результате разбираемся. Проблемы-то не везут. А почему? А потому что это рынка выдает. Поэтому нам надо, чтобы на рынок коротко пришли добротворительные застройщики, с технологиями, с прозрачными схемами выплаты жарстной платы, стандартами высокими в том числе выплаты жарстной платы. И дальше же, создавая конкуренцию, решать задачи. А у нас каждый себе отгрыз поляну. Собирает людей. Создали обманных дольщиков в одной сфере. Создали очереди детей-сирот в другой. Не решают проблемы многодетных в третьем. Значит, что касается переселения веков в Авариново, все закончилось вот этими выселками на пустыре, куда мы с вами только что заезжали. Вот этот долгострой тоже. Туда пришли такие жульковатые. Создали долги. Нужно еще будет их возвращать области. Вот ситуация. Поэтому вам надо садиться, удержать ее, вмешиваться, не бояться. Формировать рынок цивилизованным. Тем, чтобы эффективные приходили к нам. Лучше. Регистрировались здесь. Создавали рабочие места. Дадут выплату. Начинали платить ту, которую платят в России. А не так, как здесь. Конверты и поменьше. Вот это у нас дороже. Тогда у вас и бюджет будет, и хорошие объекты будут. Массивные, да? Там мы заезжим. У нас цирку. Проблемы читайте. Решили. И если сейчас, вот мы видим. Вот этот вопрос будет решить. Остается поликлиника. Но там небольшой объект. И я надеюсь, что, как я обещал, подряд ли, до конца октября, поликлиника будет завершена. Но, в принципе, если говорить о проблемных объекциях, чего? Те объекты, которые в этом году должны были сдать эксплуатацию, мы их задим. Но, самое главное, там способны везать пять. Вот этот был самый тяжелый ответ. Здесь обратился внимание, Вячеслав Вячеславович, усадочную трещину. Здесь все, что с этим, соответственно, советом, с спортсменами, все согласовывает. Параллельно ведем, вот, организация суппотребная вышла на второй АВК блок. Вот тоже плитка, соответствующая вентиляция. Вот, сейчас занимается тут два лифта. У нас лифт с вами на вышке. Тут такие проекции. Да, классные, сейчас я покажу. Вот здесь тоже присогласовываем ступени. Здесь ступени, представляете, будет по проекту просто в бетоне. Соответственно, делаем такую вот мраморную плитку, чтобы... Но это не мрамор. Да, под мрамор. Вы намного скромнее, чем те, кто проектировал на церковь. Там градин. А то, что мы здесь видим, это, наверное, 10-20 дешевле. Но запустить будет. Тем более... По-моему, люди не пустые, чем тут как-то. Городин. Вы можете взять, наверное, 10-м. Это лифтовая шаб, которая соединяет спортсмены сюда, наверное. Вот это вот строение на самом деле, самое сложное здесь. Тут 25 операций на бетоне, вот на этой стройке. Мы привлекали сюда всех, в том числе иностранцев, и они нам за полтора месяца вот эти вещи собрали. Вот, это прыщковый башень, вот сейчас мы слепим. Соответственно, здесь мы успели, когда я уже слепился, окна убрать. Вот, вот здесь просто, соответственно, выводим. Прилевные горловины, соответственно, все. Самые злы, и отсюда, соответственно, все. Самые веток, конечно. Десять, семь, пять, и две по три. Значит, привезено за оборудование сюда сейчас доводится. Сюда ставим соответствующие доски, с которых прыгать не будет. Вот, тоже уже здесь на объеме у нас. Вот, судейский прыжковый бассейн. Там вот, например, судейский плавательный бассейн. Сейчас мы зайдем в цехник зала для цехи подготовки тренировок. Вот, смотрите. Восемь лет долгострой. Восемь лет. Мы его завершаем. Практически у нас, за исключением торпеда сидел, у нас долгопрость не будет. Так? Да. Притом, я хочу обратить внимание, вот с учетом, что мы привлекли сюда федеральные органы, мы сейчас вносим изменения в проект, который позволит проводить международные соревнования на его базе. То есть, мы совершенствовали, да? Тем, чтобы расширить все эти проводимые соревнования. Да, да. Международные, я говорю. Под международный уровень у вас подпадает. Да. А у нас выполняет работу по бассейну организация, которая строила олимпийские объекты. И именно бассейны олимпийские. Вот здесь, соответственно, все вот, ну там, раздевалки. Вот, это вот второй этаж. Мы предлагаем вот там вот спуститься. Вот здесь лестницей они сейчас, ребята, занимаются. Могромный объект. Здесь много такой струклерно работы. Вот, линолеум начали уже выставлять. Противопожарные двери у нас приходят тоже 25 октября. Все заказаны. Заказы все уже выполняются. Параллельно работаем с дизайнером, значит, спонсмены работаем. Здесь вот все это будет. Блокистых стен не будет. Соответственно, тут нет вот все. Вот оборудование первое стало поступать. Мы определяем под него место. Приходим. Можно детский бассейн выходить. Посмотрим. Он у нас практически в отделку весь. Здесь тоже делают ребята. Там будет изоляция сделана. Там находится кафе, столовая. Вот это вот детская обучающаяся. Следующая обучающаяся. Мы тоже вот тянули вот за месяц его в пассейне, тоже достаточно сложно, я хочу подчеркнуть, потому что потом мы спускаемся, все оборудование, фильтрование, такое-то, все полностью завезено. И по большим пассейнам мы, когда сделаем гидроизоляцию, 1 ноября мы планируем гидроиспытание без плитки, мы их полностью дополняем, проверяем соответствующие фундаменты, трещины и тому подобное, потом сливаем и занимаемся плиткой, вот как было сделано, собственно говоря, и по этим пассейнам. Здесь уже видно. Дизайн весь переделывается, приходится, потому что здесь была чистая белая плитка. Если проект в середине 90-х годов, если начинали 8 лет назад, то совершенно очевидно, что это не где, что-то. Хорошо, что вы на них реагируете, и самое главное, решать задачу.